добрый день меня зовут стас тюриков сегодня мы поговорим на интересную тему обратная сторона либерализма по отношению к своему персоналу имеется ввиду персонал вашей компании компании организации и так старая гвардия все мы знаем что в малом бизнесе очень часто помощниками руководителя становятся близкие родственники ну или знакомые давно люди любому предпринимателю удобно иметь помощника на которого можно положиться и которому можно доверять традиционно такие отношения складывались в коллективах которые формировались еще в 90-е годы на то и раньше такое тоже случается тогда рыночные отношения были крайне хаотичными и первейшее что требовалось для работы это хоть сколько-нибудь надежные люди в окружении постепенно характер работы таких людей изменялся рынок позволял более-менее цивилизованно держаться на плаву но персонал из этой старой гвардии оставался все время при вас куда же его девать менеджеры продавцы или приемщицы неплохо показавшиеся в работе с вами как с руководителем ну еще в начале становления вашего бизнеса продолжают работать и по сей день хотя вы иногда и задумываетесь что в новых экономических условиях надо бы персонал то и поактивнее но всегда останавливайте себя на где же взять лучше то какой уж есть пусть будет с этим все-таки пройдено немало коллективизм вы столько лет работали вместе что теперь уже все в вашем коллективе знают не только дни рождения друг друга но и обычно имена всех членов семей вы периодически бываете дома у своих сотрудников скорее всего вы можете без проблем договориться скажем а внеурочной работе они в свою очередь могут без стеснения попросить внеочередной отгул а то и просто отделаться телефонным звонком чтобы объяснить случайный такой прогул после праздника или опоздания там вы называете это корпоративный дух или коллективизм на самом деле это скрытая и удобная форма жизнедеятельности для огромного количества лентяев и оболтусов как женском так и в мужском обличье вам кажется что такая внутри корпоративная общность помогает работе а на самом деле это громаднейший тормоз развития вашего бизнеса это переваливание всех проблем на ваши личные плечи это поддерживание и развитие самых низменных человеческих страстей у вашей команды так называемой лень жадность лживость ну и так далее двойные стандарты давайте окунемся немного вашу организацию атмосфера в коллективе сложилась довольно ровная но правда систематически подчиненные сваливают на вас проблемы с клиентами с этими жадными грубыми и невоспитанными покупателями и заказчиками вам постоянно рассказывают сказки про то как неотесанные посетители постоянно задают дурацкие вопросы и требуют от ваших подчиненных чего-то фантастического и невозможного ваши подчиненные изо дня в день капают вам на мозги разговорами о тяжелых временах а не том сезоне а высоких закупочных ценах ну кто к этому причастен наконец о правительстве которое нихрена не делает чтоб навести порядок так ведь капает вам уже не раз приходила в голову мысль что неплохо было бы набрать людей квалифицированных и подготовленных но когда вы подумаете сколько мороки будет с новыми набор адаптация обучением то вам кажется уже пусть лучше проверенные старички работают а уж к ним можно представить немного молодежи ну толку конечно немного хотя бы какое-то обновление да и более менее презентабельный вид тем более что нет никакой гарантии что с набором новых изменится финансовое положение вашей организации которая если говорить честно дышит на ладан или на ладан и жива собственно только за счет старых связей наработанной когда-то давно клиентуры откровенно говоря рассуждаете вы правильно новые сотрудники никак не повлияют на оптимизацию вашего бизнеса если не получится наоборот это факт но проблема здесь не уровня подготовки молодых кадров или там специалистов и не в экономическом положении на рынке вся проблема целиком и полностью вас не вас лично вас как руководители ответьте себе откровенно на вопрос ведь есть же на рынке ваши коллеги конкуренты которые более или менее успешно ведут дела которые при тех же условиях повышает обороты увеличивают объемы ну и так далее работают они с тем же самым персоналом с теми же самыми товарами и услугами как все как у вас но мы говорим о персонале поэтому не будем уходить в сторону вспомните все финансовые проблемы вашего предприятия обычно решаются двумя способами которые по сути являются одним то есть появилась проблема продажами в основном первейшие что нужно сделать первое запустить рекламу тем самым увеличить объемы продаж и в идеале получить прибыль либо запустить акцию со скидками и за счет тех же объемов продаж получить прибыль есть такая поговорка извиняюсь может за бестактность те же яйца только вид сбоку тем более не та не другая на не тот не другой и метод не доводится до конца и не делается нормально давайте обсудим серию вопросов они скорее риторические то есть вы на них спокойно можете ответить сами себе и сделать соответствующие выводы вопрос 1 вы никогда не задумывались что даже вышеперечисленные способы оживления от новопродаж реклама скидки могли бы быть намного эффективнее если бы ваш персонал работал просто как следует вы никогда не подсчитывали насколько может увеличиться оборот всей организации если каждый сотрудник будет выполнять только и именно свои должностные обязанности вам не приходило в голову что из-за грубости и откровенного непрофессионализма и неотесанности ваших подчиненных ваша организация теряет ежедневно до 20 процентов прибыли вам не кажется что научив сотрудников общаться с клиентами по заранее прописанным скриптам вы сможете повысить конверсию ваших продаж в разы вы никогда не думали что вместо затрат на рекламу которая почти всегда не рентабельно можно заказать специалистам работу с персоналом учебу тренинг ну или профессиональный отбор после которого отсеять всех нежелающих или не имеющих возможность переучиться вам не кажется что молодежь которая приходит к вам на работу полностью копирует методы и алгоритмы работы старых кадров и поэтому новые люди в вашем коллективе лишь растворяются они привносят каких-нибудь новаций или идей вы никогда не подсчитывали сколько вы теряете на тех случаях когда потенциальный покупатель поворачивался и уходил из-за пустяка например у продавца не было сдачи или приемщица разговаривала по телефону вам никогда не приходило в голову что если должностные обязанности каждого члена коллектива будут прописаны на бумаге то можно будет легко находить виновных в тех или иных провалах в работе вы никогда не пробовали работать с ценами не только сверху вниз дороже дешевле а еще и в горизонтальной плоскости то есть увеличение среднего чека сопутствующие товары бесплатные услуги повторная продажа вам никто не говорил что вы больше денег тратите на привлечение новых клиентов большинство из которых не приходит во второй раз чем работаете со старыми уже имеющимися увы этот список можно продолжать еще и еще и он не иссякнет в каждом из этих вопросов заложен ответ если вы его видите то ситуацию можно исправить а если считаете что все это глупости и американские штучки которые не работают в россии то позвольте вам позачувствовать проблемы вашей организации вы никогда не решите даже частично нельзя добиться результатов не меняя ничего не делая дополнительных ходов это закон только не думайте что ваши сотрудники с восторгом воспримут ваше нововведение если вы конечно захотите что-то изменить после первых шагов по оптимизации бизнес процессов внутри персонала ваши подчиненные вообще встанут на дубы никому не хочется менять наработанные антипродажные способы работы самое меньше на что вы можете рассчитывать это примитивный саботаж вы и сами не заметите как свете новых решений ваши подчиненные начнут втирать вам очки придумывая несуществующие новые причины торможения изменить ситуацию можно только решительными шагами но если вы готовы я помогу вам если ваша компания находится в ижевске или удмуртии можете обращаться мы с моими коллегами проведем такую такое мероприятие аудит маркетинговых процессов внутри организации что это значит то есть мы бесплатно проводим так называемый как бы ревизию вашего хозяйства всего проводим анкетирование опросы возможно тайный покупатель какие-то еще мероприятия и исходя из этого выдадим вам целый список всех ваших слабых мест которые вы скорее всего только знаете снаружи и в общих чертах а далее далее вы спросите чё где же здесь подвох подвоха здесь никакого нет до этого момента все бесплатно но далее если вы разумный человек и хотите прислушаться к советам далее мы подскажем вам по каждому пункту рычаги которые помогут рычаги методы методы решения способы качественное изменение ваших негативных ситуаций но это уже решать вам так что бояться здесь нечего если вы не из ижевска тогда просто пользуйтесь материалами сайта тандем . иштайм . ру возможно что-то придет в голову вам самим всего доброго меня зовут стас юриков она она и и и Продолжение следует...